7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В преддверии этого праздника в сочельник верующих Северного Казахстана поздравил Акимобласти Ерик Султанов. От главы региона прихожане услышали радостную весть. В Петропавловске построят еще один храм. Александра Солмина продолжит. У входа в храм вертеп – главный атрибут Рождества. Каждый верующий в первую очередь подходит сюда. К яслям с рожденным Иисусом кладут конфеты, печенье или горстку монет. Эти небольшие подношения словно символизируют дары волхвов – золото, ладан и смирну. Такая же пещера и внутри. Поклониться Сыну Божьему и помолиться прихожане спешат семьями. Даже самые маленькие крестятся и прикладываются к иконам. Вот и Валентина Сергеева пришла в храм с детьми и внуками. Мы стараемся прийти сюда всегда с ребятишками, приучаем, чтобы с ребятишками приходить в церковь. Ребятишки с малых лет ставят свечки. Православные праздник Рождества Христова очень ждут. В этот день они приходят в храм и молятся. Просят не для себя, а для ближних. Для нас, для всех людей, началась новая жизнь. Иисус Христос пострадал за нас. И мы поэтому чтим Его, любим и всегда помним. И все праздники стараемся отмечать обязательно в церкви и дома. Соблюдаем посты. Накануне Рождества Вознесенский кафедральный собор посетил глава региона Ерик Султанов. Уважаемый Эрик Владимирович, позвольте сегодня приветствовать вас в этом величественном франции, который в этом году отмечает свое десятилетие праздник Рождества Христова. Акимобласти поздравил прихожан с праздником. Отметил, что в Казахстане в дружбе и согласии живут представители разных национальностей и конфессий. И для этого в стране созданы все условия. А еще глава региона поделился важной новостью. Мы с отцом Александром, с митрополитом обсудили необходимость строительства еще одного храма в городе Петропавловске. Сегодня у нас развивается большой новый район, в реке, в том районе мы сейчас отводим землю. Я думаю, что мы строительство в этом году должны начать. Православное христианство вносит особый вклад в укрепление духовных ценностей, в гармонизацию межконфессиональных отношений в нашем обществе. Наряду с другими конфессиями православное духовенство способствует диалогу между государством и религиозными объединениями. Епископ Петропавловской и Булаевской епархии Владимир благодарит за поздравление Акима области. Обращается глава духовенства и ко всем североказахстанцам. Мне хотелось бы напомнить для всех православных, что с завтрашнего дня начинаются святки. 12 дней православные люди славят Христа, посещают родных, близких, болящих, несут радость о Рождестве Христово и заблудшим, и людям, которые не могут быть может жить достойно в нашем обществе. И потому в этот праздник, мне кажется, каждый из нас должен вспомнить о тех людях, которые находятся вокруг нас. Прежде всего, это наша семья. А пока в храме Вознесения Господня начинается рождественская служба. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия. Это Великая Вечерня. В полночь верующие придут на литургию. А в 7 утра пройдет служба для маленьких горожан. Александра Солмина, Михаил Казначев, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.